С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 8 июня. Всемирный день океанов. Океаны занимают три четверти земной поверхности. И этот день призван защитить водные ресурсы нашей планеты. Декларация по окружающей среде и развитию сегодня основной источник экологического права, который устанавливает принципы корректного поведения по отношению к самой экологии. Сегодня Всемирный день петербургских котов и кошек. При Петре I кошки жили в деревянных строениях Зимнего дворца. Позже было отстроено новое здание, куда направлялись лучшие коты со всего государства, которые способны, это главное, ловить мышей. Вплоть до 2012 года, помимо праздника в честь этой кошки, популярен был и другой весенний день. Он был посвящен котам Эрмитажа, которых насчитывалось 70 особей. Все они достойно несли службу в музее, охраняли экспонаты от мышей и крыс. Ежегодно отмечаются и другие подобные праздники. Это День кошек в России 1 марта и Всемирный день кошек 8 августа. В России сегодня отмечается День социального работника. Именно в этот день, 1701 году, Петром I принимается указ, который положил начало созданию государственной системы социальной защиты об определении в домовых святейшего патриархата богодельни нищих больных и престарелых. По указу Петра для 10 человек больных в богодельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил. Также сегодня отмечается Международный день домохозяйки и домохозяина. В этот день поздравляют всех мужчин и женщин, которые сидят дома, трудятся на благо семьи и заботятся о ее благополучии. У родившихся. В 1625 году появляется на свет Джованни Доминико Кассини. Итальянский астроном, академик Пражской академии наук, открыл спутники Сатурна, установил, что кольцо Сатурна состоит из двух частей. Законы Кассини – это три открытые Кассини законы движения Луны. Кассини принадлежит честь разработки теорий замечательно геометрических фигур, известных под названием овалы, опять же, Кассини. Роберт Шуман родился в 1810 году. Немецкий композитор, музыкальный критик, выразитель эстетики немецкого романтизма. Цепь мистических событий связана с единственным скрипичным концертом Шумана. Однажды в ходе спиритического сеанса двум сестрам-скрипачкам поступило требование, которое, если им верить, исходило от духа Шумана – найти и исполнить его скрипичный концерт, рукопись которого хранится в Берлине. Так и вышло. Концертная партитура нашлась в Берлинской библиотеке. Ну как тут не поверишь в духов. 1837 год. Рождается Иван Крамской, русский художник, портретист, один из основателей товарищества передвижников. Его лучшие картины «Неизвестная» и «Христос в пустыне». Всю свою многогранную деятельность он посвятил одной цели – борьбе за победу реалистического искусства. В 1883 году родился Александр Александров, русский композитор и хоровой дирижер, народный артист СССР, генерал-майор. В 1928 году он организовал и стал художественным руководителем ансамбля «Песни и пляски советской армии». Автор песни – «Священная война». Иван Кожедуб родился в 1920 году. Прославленный летчик, маршал авиации, трижды герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны сбил 62 самолета противника. Участвовал в 120 воздушных боях. В 1926 году родился Олег Кышевой, комиссар подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в Краснодоне, герой Советского Союза. В 1963 году родился российский актер Дмитрий Певцов. О событиях этого дня. 8 июня 1824 год. В канадском Квебике изобретатель Ноа Кашинг получает в первой в мире патентное устройство для стирки белья. Он запатентовал стиральную и валяльную машину, которая не только стирала, но очищала и укрепляла ткань. Именно так назначение устройства описывал ее изобретатель. Конструкция машины Кашинга не предусматривала каких-либо внешних движителей и приводилась в движение мускульной силы пользователя. То есть вот так. Через механическое устройство усилие человека передавалось на вращательный элемент машины, который крутил содержимое бака. После патента, который считается первым регистрационно-изобретательским документом в Канаде, стиральная машина совершенствовалась неоднократно, став наряду со стиральными порошками одним из главных объектов бытового бизнеса. 1922 год. Начинается открытый судебный процесс над членами партии Серов. Фактически это означало начало другого процесса – ликвидации многопартийной системы в Советской России. 12 подсудимых были приговорены к смертной казни, но ввиду начавшейся в Европе волны протестов, организованных как раз социалистами, большевики тогда пошли на попятную. Времена были еще не сталинскими. Но это не благоприятствовало участи подсудимых. Многие из них либо умерли в тюрьме, а те, кто смог дожить, были расстреляны в октябре 1941 года в дни той самой паники, которая возникла из-за наступления немцев в Москву. 8 июня 1948 год. В Челябинске-40, так раньше назывались некоторые закрытые города, пробный пуск первого реактора для получения оружейного плутония с кодовым названием А. Персонал тут же крестил его Аннушкой. Именно на этом реакторе будет наработан плутоний для первой советской атомной бомбы, чьи испытания пройдут под Семипалатинском 29 августа 1949 года. В 1960 году в Кремле состоялась торжественная процедура присвоения звания Героя Советского Союза Рамону Ивановичу Лопесу за выполнение специального задания и проявленные при этом героизм и мужество. Виновнику торжества был вручен Орден Ленина и медаль «Золотая звезда» за номером 11089. Регалии товарищ Лопес получил из рук Леонида Ильича Брежнева, который занимал в то время номинальный пост председателя Президиума Верховного Совета СССР. Под именем Рамона Лопеса начинал новую жизнь Рамон Меркадер, палач Льва Троцкого. Ну и последнее. В 2001 году сотрудники Еврейского музея в Нью-Йорке проглядели пропажу эскиза к картине над Витебском марка Шагала. Маленький шедевр, всего 20 на 25 сантиметров, легко можно было вынести под одежду или в кейсе. Произведение оценивали в 1 миллион долларов, а на выставку его якобы прислал коллекционер из России. Объявили вознаграждение 25 тысяч долларов за информацию о пропаже. Потом была масса информации о том, кто же украл картину и где она теперь, вплоть до политических требований в разного рода посланиях. Но 7 месяцев спустя картина совершенно случайно обнаружилась в штате Канзас. Служащие почтового отделения вскрыли невостребованную посылку. Адрес получателя отсутствовал. И увидев на обратной стороне полотна многочисленной отметки музеев, тут же позвонили в ФБР. Когда подлинность картины была подтверждена, она вернулась в Петербург, в русский музей. Кстати, эскиз над Витебском был лишь одной из 250 работ Шагала, которые находились в розыске. Ну а всего в этом самом розыске временно или, возможно, навсегда исчезнувших шедевров находятся 355 работ Пикассо, 175 Дали, 125 Рембрандта и 115 Ренуара. Но ведь всегда есть надежда на то, что искусство из прошлого вернется к нам сюда, в настоящее. С вами был Николай Пимненко в проекте Дата.